Ну, я бы хотел сказать, наверное, следующее, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Знаете, я какой-то просто отсталый от жизни человек. Когда тема вот проходит, когда ее все забывают, я начинаю снимать на это видео, и, как видите, жизнь меня не пощадила. К чему я пришел? Я обсуждаю теребонькание какого-то мужика у себя на канале. Очень важная тема. Но тема действительно важная, как бы это ни было смешно. А ошибка этого джентльмена заключается в том, что нехрен теребонькать и записывать это на камеру, и слать хи пойми кому. Задаюсь постоянно этим вопросом, и постоянно смотрю, как один за другим какие-то публичные люди ловятся на этом. Зачем снимать, хранить на своем телефоне, а тем более кому-то отправлять видео подобного характера? Зачем? Если ты обычный человек, и твой свистун не интересен никому, ладно, нет, без вопросов, шли хоть всем. Но если вот действительно, вот твоя карьера может от этого зависеть, вот зачем? Собственно, видео, где молодой человек провинился. Я просто нормальной ориентации парень. Я не знаю, может, женщинам кажется это привлекательным. Я не отрицаю, просто я, к счастью, одного пола с этим человеком. Поэтому меня не привлекает. В общем. Я не могу. Я не идеален, как и любой человек. Не идеален. Допускаю ошибки. Я допускаю ошибки, с***. Ошибки. Ладно, давайте так. Чтобы допускать подобные ошибки, надо быть очень обремененным интеллектом человеком. Давайте я вам расскажу небольшую историю из своего детства, когда я был в школе. В один прекрасный день директриса моей школы, женщина была, объявляет, нам придут вот в следующем году футболисты, целый класс футболистов. Под них, с***, вот на всех, на с*** было. Под них построили специально стадион. Он был, но его там улучшили, там достроили ворота, там все такое. Ну, чтобы можно было в футбол играть, вы поняли, тренировки проводить. Для одного с***ного класса, из там 11 человек или 15, целый стадион. Говорит эта директриса, что придут очень мотивированные, с высоким уровнем знаний, из отличной школы, просто такие чуть ли не полубоги придут. Играть в этот футбол у вас тут будут. А вы, челядь, говорит, не достойны даже лежать под их ногами, чтобы они по вам ходили. Вот примерно так это звучало и нами воспринималось тогда. И каково же было наше уведомление, когда приходит просто один другого краши, блядь, интеллектом обремененней. Таких людей, детей на тот момент, я просто не встречал. Урок математики я сейчас не домысла рассказываю, я слышал лично. Класс 10 где-то, то есть дети уже не маленькие, там лет по 16. Учитель объясняет какие-то интегралы, а потом выясняется, что люди просто считать не умеют. Я сейчас не преувеличу, я не шучу, они не умели считать. Футболисты. Да, понятно, 2 плюс 2 не сложить могли, но учитель спрашивает потом 5 минус 7. А они говорят, ну типа так не бывает, в смысле 5 минус 7? В смысле, то есть у чувака минус 2 в голове вообще не существует. Отрицательных чисел у него не складывается. Какие там дроби, десятичные, все. Это вообще, он просто даже не знает знака минус, написанного перед числом. Я не люблю людей, которые мыслят стереотипами. И мне сейчас просто приходится опускаться ради шутки на этот уровень. И тоже говорить, что как бы все футболисты вы поняли какие. Это неправда, наверное же не все. Это, так сказать, все качки тупые, да? Хотя вот среди качков, кстати, тупых я не встречал, между прочим. Все мы грешные, к сожалению. Ну, я бы не сказал, что прям большой такой грех удава давить. Ну, как бы все, значит, если все, то никто, как бы, само не исключает это все. Я пытаюсь объяснить, что если одно вот дело, которым занимается поголовно каждый, то может это и не грех, типа. Ну, и на с*** на то, что там где-то написано, да. Тем более я даже не уверен, что там где написано. Я такого лично не видел в записях, что прям удава душить это нельзя. Но я допускаю, что такое есть, просто не очень тесно знаком, так сказать, с религиозной частью нашего населения. Такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали. Вот теперь я уберу эти шутки, как бы, которые только что шутил, и я действительно скажу, что, ну, ну, вот что это, что значит отвернулись? Вот за что? Подуши лудава, и, ну, и что? А ты не душишь, нет? Ну, не ври мне, как бы, не ври, я-то знаешь от этого. Я вижу все, как бы, ты сейчас вот сидишь за монитором, там, рука твоя где, а? Я знаю, конечно, что я красавчик, но ты лучше, когда ты руку свою опускаешь под стол, лучше давай включай каких-то там тянок, потому что, ну, его нахер, что я несу. Я не идеален, и никогда на это не уповал, но в целом, я надеюсь, что я смогу прожить достойно своей жизни, буду хорошим человеком в любом случае. Смотрите, сейчас мужская половина населения, как бы, говорит, ой, поддерживаем, как бы, бедного человека загнобили ни за что. Не то, чтобы его сильно гнобили, я вам так скажу, никто его не гнобил, но, вроде как, я не сильно разбирался в этой ситуации, для меня это сейчас не играет роль, но, вроде как, его отстранили, там, от участия в будущих каких-то нескольких матчах. Ну, если отстранили, ну, за что? Вот что? Он, как бы, хуже футбол начал играть от того, что вы это видео увидели или что? А вот я вам объясню, как это работает. Короче, есть такая ситуация, я вот с кино тесно знаком, аналогичный пример там, допустим, Кевин Спейси был такой актер, когда-то на топе, бешеные гонорары получал, и в один прекрасный момент его обвиняют в, как вы понимаете, в каких-то там домогательствах. Я не особо уже помню, давно ситуация была, и в этот же момент сразу же подключаются несколько других женщин, которые тоже обвиняют его в домогательствах. То есть в Америке это так работает, когда одна начинает гавкать, смелеют остальные, и они начинают гавкать вместе. Иногда им, я так понимаю, платятся за это бабки, но тут не суть. И все, карьера актера пошатнулась, и больше ему никто такие гонорары, как раньше, не платит. Более того, стараются избегать его участия в будущих проектах. Вы сейчас где-то его видите, где-то он снимается, нет, он сейчас не снимается. Никто даже не разбирается. Он обвинен, все, студийные боссы его убирают нахрен, потому что нахрен нам эти скандалы. И вот здесь вы видите такая же ситуация, работает точно так же. За избежание скандалов его не выпускают на поле. Ну, вот так. Опять-таки, если мои сведения верны, и его действительно не выпускают. Я сижу тут в Испании, пролюстываю Инстаграм. Тот, кто действительно понимает данного персонажа, Дзюбу в данном случае, просто понимает, потому что он был на его месте недавно. Он был, и он от этого пострадал. Какие-то сообщения посыпались много про Дзюбу, Дзюбу, Дзюбу. Дело не в этом. Я вот в Испании, правда, у меня нет никакого зла ни на что. Я так далеко от того, что происходит в России, от этого говна. Человек, видите, он обижен. Он обижен на то, что с ним сделали в России. И действительно, ну что там, ну баловался он там ногой в за***ницу. Ну что, как бы это же его дело, да. От этого ж хуже актером не стал. Но скандал разгорелся. Все, проекты его брать перестали, потому что, вы видите, что. Вот что сейчас происходит с Джонни Деппом, а? Знаете, что его выкинули из фантастических тварей, да? Та же причина. Развод со своей бывшей, обвинение в домашнем насилии и так далее. Каждый мужчина, ну практически каждый, отправляет женщинам свои интим-фото-видео. Женщины отправляют мужчинам. Все занимаются там мастурбацией с ***, все получают удовольствие. На самом деле, я действительно не вижу в этом ничего плохого. И я не знаю вообще, кто может увидеть здесь что плохое и почему. Разве что какие-то бабки с деревни или сверхрелигиозные люди. Но это их проблемы, как бы в их головах. Это меня не касается и нас всех тоже. Но суть заключается в другом. Люди частенько, а я бы сказал в 100% случаев, являются крысами. И когда ты этому человеку чем-то не понравишься, он вспомнит, что у него на телефоне твои фотографии-то есть, а? Или возможно даже такая ситуация, что ты ничего ему не сделаешь, но человеку нужны будут деньги. А он будет знать, где их достать. У тебя. Посредством шантажа. И начнешь шантажировать тебя на те фото, которые, как ты знаешь, у него есть. Соответственно, если ты чрезвестный человек, просто опасно кидать из-за вот этой крысиной натуры людей, действительно опасно кидать подобное фото. Как бы не хотелось, как бы там это не нравилось кому-то или фетиш какой-то у кого-то. Это просто нельзя делать. Потому что люди крысы. Вот и все. Насколько же российская пресса действительно превратилась в дно. Это за гранью добра и зла. На полном серьезе обсуждают какие-то вот такие вещи. Я постоянно смотрю американских блогеров и очень часто я вижу в обсуждениях там точно такие же темы, только уже с американскими звездами. Вы же видели недавно, я забыл этого, как зовут, короче, Капитан Америка там пи***ном засветил, да. Ой, все, все смотрят. Да, они тоже это обсуждают. Это не русская пресса. Когда человек забивает три гола на чемпионате, вы бегаете по ходному ряду, по всей, не знаю, по всему центру в Москве и кричите, герой наш. Ну, я тут просто могу сказать, что еще одно свойство всех людей на планете, не только русского мира, всегда помнить плохое, как бы, все то, что ты хорошее сделал, человеком, ну, подсознание так работает, он забывает об этом, но он хорошо помнит то, что ты ему сделал пакость где-то какую-то. Как только человек облажался, я считаю, что на ситуации, если это видео не было предназначено для его жены, я так понимаю, что, скорее всего, нет, раз это попало в общий доступ, виноват только перед ней. И вот тут вот, да, опять-таки, есть еще у нас, как бы, два пола, да, которые очень сильно отличаются, чтобы там вам не говорили, женщины, мужчины, феминистки, кто угодно, очень сильно отличаются восприятием мира эти два пола, как бы, мужчины и женщины смотрят на мир абсолютно по-разному. И если для мужчины вот данная ситуация, как бы, ничего страшного, ну, подошел, ну, отправил и что, то женщина начинает сразу задумываться, а кому? Вы заметили, прошлый комментатор был мужчина, который его поддерживает, и он ни слова об этом не сказал, но женщина тут же, тут же это, для нее это важный вопрос, кому отправлял? Так вот, если он отправлял не своей жене, то для женщины этот человек, людок, все, это конченый мракобес. Вот так вот она мне, моя жена, и сказала. Футбол Артем Дзюба не будет вызван на текущий сбор национальной команды из-за интимного видео, которое попало в сеть. Люди-то разделились, да? Ведь одни говорят, ну, как такое может быть, да что это такое, капитан сборной России, да таким заниматься. И, главное, такой резонанс эта новость вызвал. Вы обратили внимание, да? На самом деле, я тоже не понимаю, резонанс, не резонанс. А если твой сосед, дядя Толик, там, где-то подошел, видео выложил где-то в интернет, это не резонанс. Никому же не интересно, да. Я, кстати, замечаю, что вот это вот очень странная позиция людей, когда есть селебрити, и всем очень интересно, что же у этого селебрити творится в личной жизни. Как его семья, где он живет, чем занимается в свободное время, почему, зачем, какая здесь связь. Но как-то на людей это так работает. Создавать себе кумира, это для меня, у меня никогда не было никаких кумиров, это вообще странная вещь. У меня есть люди, на которых я хочу быть похожим своими делами или превзойти их. То есть люди, которым я завидую. Зависти можно иногда обратить в пользу, да, не только во вред, начинать орать везде, какой он пид***, потому что лучше тебя. А можно пытаться самому становиться лучше. Я использую именно этот вариант. Врачи это рекомендуют делать. Это нормально. Это полезно. А вот есть люди, которые говорят, что воздержание полезное, что у тебя тестостерона больше становится на один наномоль. Друзья, когда вы перестаете там вот это вот самое, типа, лучше ваша жизнь от этого не станет. Заметно прям лучше. Да, там будет у тебя действительно, да, тестостерон повысится. На такую громулечку ты этого в жизни не заметишь. Но он повысится. Будет тебе приятнее, что цифра у тебя в крови другая. Это лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимать стресс, наш футболист, это самый безобидный способ. Да, кстати, я помню этих Мамаева и Кокорина, если я правильно назвал эти фамилии. Я вообще этих футболистов не знаю никого вообще. Да, я до футбола далек, когда Марса, несмотря на то, что я на ставках зарабатываю. Все дело в том, что вы же, наверное, думаете, я сам ставлю. Нет, у меня люди есть, которые ставят. Я сам ничего не ставлю. Но суть в том, что там просто ЧСВшные убыки, которые просто, ну, изгибали других людей, думая, что им все позволено. И действительно им все позволено. И приятно, что Артем 32 года, а сохранил такой юношеский задор. Кураж! Ну, мне как бы 28 на секунду, не на много я его младше. Ничего тоже бывает и не один раз в день еще. От настроения зависит. Алло, а где моя похвала? Похвалите меня. Я тоже хороший. В этом плане. Руки длинные, мощные, толстые, большие такие. Несу опять. Хорошо, действительно, человек попал в беду, попал, получили у него проблемы. Более того, там у него пытались, я об этом не сказал, потому что к делу не особо относятся. В общем, злоумышленники его еще и шантажировали, хотели у него огромную сумму денег потребовать. А платить им он, естественно, не стал, поскольку сумма большая. Да и даже копейку им отдавать все равно это бред, потому что человек потом второй, третий, десятый раз затребует, и это ни к чему не приведет. Все равно видео окажется в сети. Поэтому лучше сразу, чтобы оно оказалось, никому ничего не платить, ни на какие провокации не идти. Ну и другая сторона вопроса, которая говорит, а что это ты, смерть-то, общаешься с другими женщинами и кидаешь им, типа, всякие видео сомнительного характера, когда у тебя есть жена. И тут уже вопрос, знаете, это их супружеская жизнь, мало ли у них так вот завидено, мало ли они это друг другу позволяют. А если нет, то опять-таки это их внутренние проблемы, и нас они касаться не должны. У меня на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписываемся на канал, лайк ставим, там вот это не забываем, да. Как он сказал, врачи рекомендуют. Все, удачи, да-да. Ой, я забыл, да. Сейчас у нас толерантное общество, надо не только так показать, а еще и вот так. Женщины, что же, да. Поэтому вот так вот так, вот так, все, подписываемся, пока.